Что будет, если Саров признают федеральной территорией? Как продвигается работа в этом направлении? Зачем нужно участвовать в проекте «Вам решать»? В новом выпуске программы мы продолжаем обсуждать актуальные городские вопросы с председателем Саровской думы Антоном Ульяновым. На мой взгляд, как журналиста, многие жители считают, что депутат – это такая палочка-веручалочка, человек, который практически безграничной властью в городе обладает. То есть они звонят депутату, говорят о какой-то проблеме, и в тот же день эта проблема, на их взгляд, должна решиться. Но на деле я вижу другое. Депутат точно так же с бумажками обивает пороги кабинетов, точно так же стучится во все двери и просит что-то сделать. Вот права ли я или нет? И что нужно сделать, чтобы наладить систему житель и администрация, житель-коммунальщики без участия депутата? Конечно, очень распространено мнение, что депутат – это Дед Мороз. Распространено мнение, что депутат обязан чем-то своему избирателю. Для некоторых становится холодным душем, вообще шоком, что вообще-то депутат своему жителю, конечно, под отчетин, он может ему рассказать, не может, а должен рассказать о своей деятельности, о том, чем он занимается в Думе. Но своему избирателю по-честному, конечно, он ничем не обязан. Да, он не обязан в ту же минуту пойти и чистить себя в его подъезде. Конечно, совершенно ничем не обязан. Более того, я очень часто, когда избиратель очень настойчиво, например, требует решить ту или иную проблему, которая, в общем-то, не лежит в сфере полномочий депутатских, я начинаю достаточно жестко вот этот холодный душ включать. И рассказываю, что, по большому счету, не депутат обязан жителю, а житель обязан депутату. Интересное точное зрение. Жители говорят, как? Я говорю, ну как же. Человек берет на себя обязательства решать городские вопросы. Вы же, например, нельзя вас всех собрать в одном месте и заставить разобраться в каком-нибудь малопонятном проекте решения, а потом еще по нему свое мнение высказать, мотивированное, подкрепленное какими-то аргументами, что вы голосуете за принятие этого решения или против него. Вот. А этот человек, который, по сути, за вас берет на себя, вот взваливает на себя эту обязанность общественную, за которую ему не платят, который отнимает у него его личное время, его рабочее время, может быть, порой даже бывает так, что мешает профессиональной карьере. Мы таких случаев не раз наблюдаем, и, конечно, кто бы там публично не говорил, что, конечно, мы наших депутатов уважаем и ценим, что у нас такой человек работает, но порой линейные руководители говорят, слушай, прекрати заниматься там вот этой ерундой, приходи на работу, и вот у тебя есть целый фронт, который порой встает из-за того, что ты уходишь на комитет, обиваешь те самые пороги, решая проблемы жителей, растрачиваешь время свое. Вот. И вот в этом смысле, конечно, у нас идет абсолютный перекос. И, по большому счету, сегодня система выстроена так, вот, опять же, в вопросе это прозвучало, как выстроить работу так, чтобы исключить вообще депутата из этой системы. Если у нас сегодня развиваются вот эти системы информационно-коммуникационной технологии, мы действительно, может быть, в скором времени сможем принимать прямые решения прямым голосованием жителей. Мы по любому вопросу запускаем голосовалку. Человек пришел вечером с работы, почитал, высказал свою позицию, она собралась, вот, получили. 52% за, 40% против, 8% воздержалось. Все, решение принято или не принято. И депутат будет не нужен. И, может быть, мы к этому и идем. Но есть очень другая важная роль, которую порой выполняет депутат. Это роль разъяснить. Потому что очень часто бывает так, что вот какое-то решение нужно принять, даже вот решение там, которое вроде бы понятное, да, там, повышение тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Палка о двух концах. Если сильно тариф задрать, если его сделать экономически обоснованным, как мы рассматривали еще пару лет назад, этот тариф в автобусах городских должен был быть там 50 рублей за талончик, чтобы экономически полностью обеспечивать предприятие, наполнять его деньгами. Платить зарплату, налоги, обновлять автобусный парк. Но мы понимаем, что за 50 рублей и ездить не будет. И это социально непосильный груз для целого, для там большого слоя нашего населения. И мы говорим, пусть будет цена 25 рублей за билет, а тот, кто платит безналично, там, исключая какие-то вопросы, связанные с кассой, еще дешевле, стимулируя тем самым развитие вот безналичной оплаты, там, да. Принимаем решение. Горавтотранс разводит руками. Мы на эти деньги не выживем. Ну, понятно. То есть мы тогда идем в городской бюджет и в определенной степени субсидируем это направление, потому что транспортное обеспечение в городе – это вопрос местного значения. Мы обязаны обеспечить маршрутами город и доставку жителей по территории Сарова. Многие ваши коллеги шли на выборы под лозунгом «За Саров федеральную территорию». Как-то эта история получила продолжение. И вот присоединение к Сарову новых территорий, новых участков – это часть этого проекта? Ну, скажу так, что расширение территории Сарова, вот, вообще история там длится уже, там, лет 10. Сегодня она нашла завершение в указе президента. И, действительно, с 1 января, согласно этому указу, Саров приобрел там дополнительно 14 квадратных километров, чуть более 14 квадратных километров, присоединил к своим территориям. Эти территории будут за колючей проволокой, северные территории, о которых изначально говорилось, и территория технопарка с прилегающей местностью. Сегодня эта тема, конечно, приобрела новую окраску, и она может быть напрямую не увязана со статусом федеральной территории, Сарова федеральной территории, но, конечно, может здесь коррелировать вот эти два понятия. Пространственное развитие – это одна история, она уже точно идет. Что будет, какая судьба у Сарова федеральной территории, мы не понимаем. Ведь надо ясно осознавать, откуда эта история растет. Мы в прошлом году приняли изменения в Конституцию, которая теперь предусматривает возможность такую образования федеральных территорий. И одна из территорий в России воспользовалась этой возможностью – это Сириус. Уже чуть менее года назад был принят закон о статусе Сириуса как федеральной территории. Не очень давно был принят еще один закон, который вносил изменения в огромное количество других законов, чтобы интегрировать федеральную территорию Сириус в правовое поле Российской Федерации. Идут обсуждения, идет такая работа по возможному присвоению статуса федеральной территории Сарову. Я скажу так, это одно из направлений, которые может быть реализованы. О чем идет речь? Речь идет о том, что Саров, как город такого высокотехнологичного развития, где находится такое серьезное предприятие, как Российский Федеральный Ядерный Центр, город, в котором уже сегодня появился Национальный Центр Физики и Математики, благодаря в том числе решению президента, его резолюции на письме, обращенном к нему, создан филиал МГУ здесь, и сегодня мы видим, какими динамичными темпами это направление развивается, и оно будет одним из локомотивов роста Сарова, создавая дополнительные рабочие места, создавая налогооблагаемую базу, прямые деньги в бюджет и вообще всех уровней. Но это еще и обучение людей со всей страны, это образование. И вот существует мнение, что сегодня, вот в сегодняшней формации, вот этой общественно-политической там или геополитической, города образуются не вокруг предприятий, а вокруг университетов. Такое мнение есть. И здесь мы, получается, делаем тоже ставку на дополнительное. У нас есть базовый вуз здесь, МИФИ, наш такой якорный, яркий, очень крупный участник образовательный на территории города, очень успешный вуз. Но мы получаем еще один филиал МГУ. И да, они конкурируют между собой, и за студентов теперь конкурируют. Но здоровая конкуренция, это всегда хорошо. Да, главное, чтобы она была здоровая, то есть действительно, чтобы здесь вот это возникало, история. И сегодня вот этот статус федеральной территории, конечно, это один из инструментов дать еще один импульс развитию города в современных условиях. Существует много этих инструментов. И вот мы разговаривали об этом на форуме городов в конце августа, он прошел в Москве. Финальная часть произошла на базе Координационного центра правительства Российской Федерации. И много депутатов Государственной Думы, сенаторы принимали участие, члены правительства, аппарат президента. Договорились, что нужно менять нормативную базу. Есть история, связанная с консолидированной группой налогоплательщиков. Когда предприятия, например, госкорпорации Росатом на территории формируют дополнительные налоговые отчисления, взяв за базу, например, какой-то год. И часть этих налоговых отчислений они используют на развитие инфраструктуры, например, социально-инженерной своих городов. Для того, чтобы вот эту динамику нарастить, развитие, когда мы не можем динамично развиваться без притока специалистов. А приток специалистов невозможен без создания нормальной инфраструктуры городской. Это сегодня все понимают, на этом все сходятся. И вот федеральный статус – это одна из возможностей, еще раз повторю. И очень важно здесь, очень важный момент, вот почему у нас могут возникать противоречия. Федеральный статус, ну, на определенном уровне противопоставляется интересам региона. Когда мы говорим, что если вдруг Саров приобретает федеральный статус, то есть он становится самостоятельным, и мы выпадаем из Нижегородской области. Ну, по сути, он будет как Севастополь для Крыма. Ну, например, да. И вот здесь возникает противоречие, как сделать так, чтобы и регион выигрывал, ведь регион сегодня за счет Сарова, ну, во-первых, Саров прямой донор регионального бюджета, но и Саров сегодня является, ну, некой имиджевой составляющей региона, как промышленного центра. Это одно из направлений, которым регион сегодня гордится. Значит, и вот здесь нужно очень важно соблюсти эти интересы. Поэтому, конечно, это направление очень важное для нас и для развития Сарова. И, несомненно, мы им должны заниматься. И сегодня работа идет с точки зрения нормативной базы. Мы смотрим, мы смотрим внимательно за Сириусом, мы какие-то свои наработки, потому что у нас дополнительные сложности есть, надо понимать. Сириус территория небольшая, там, несколько квадратных километров, и она не обладает статусом зато, потому что у нас с этим тоже связаны дополнительные ограничения. Как создать федеральную территорию в городе, который обладает статусом зато? Это дополнительные сложности и очень серьезные сложности. Это надо учитывать. И вот эти все связки, вот эти все моменты, это колоссальная работа. Но такая задача сегодня перед нами есть, и мы должны обязательно этим заниматься, и мы это делаем. Давайте поговорим, наконец, про проект «Вам решать». Это проект инициативного бюджетирования, уже второй год он в нашем городе реализуется, в нашей области, да? Какие территории можно благоустроить, и как вообще жителям в этот проект включиться? На самом деле он реализуется не второй год, он реализуется уже несколько лет. Это программа поддержки местных инициатив, просто немножко видоизмененная. Да, она трансформировалась, да, такой получила ребрендинг, и вышла просто на новый уровень, вот, скажем так, на более масштабный. А на самом-то деле проекты по этой программе реализовываются в городе уже очень давно. И, на мой взгляд, мы бы должны уже завоевать некое доверие наших горожан в этом направлении. Но вот показывает практика, вот мы сегодня снова выходим к людям, заявляем им, что мы хотим реализовать у них во дворе проект. Например, вот я инициирую проект, специально разработал за счет бюджетных денег города Сарова проектно-смертную документацию на расширение парковочной зоны в одном из дворов. Приходим к жителям, вот они сами говорят, вы нам лучше, в что вы ходите, вы нам парковки сделаете. Так мы за этим и пришли. И говорят, да, хорошо, а как, а что, неужели там моя подпись что-то будет значить? Она будет значить, но проект только пойдет на конкурс. А как он победит там или нет, зависит опять же от жителей, как активно они включатся в голосование. Сегодня там можно реализовать практически любой проект, вот на городской территории. Там есть направления, ну, направления, они как подсказки. Дети, спорт, дворовые территории, проезды. Но есть специально направление, которое написано, инициативные проекты. Это все то, что не входит в вышеперечисленное. То есть практически все, но нельзя только благоустроить частные территории. Там нельзя, например, на своем участке, значит, на частном, что-то там поставить, установить, асфальт закатать или еще чего-то. Но это разумное ограничение, потому что это бюджетные деньги, это должно быть городское пространство. Ну, Антон Сергеевич, вы говорите, вот все проекты, но мы же с вами прекрасно помним, как в прошлом году тоже Евгений Ваганов заявлял реконструкцию стадиона пятой школы. Молодежный центр хотел себе площадку, но эти проекты не прошли. Они не прошли конкурсный отбор. Ну вот почему? Они не прошли, в том числе из-за низкой активности наших горожан. Существуют и другие критерии. Вот программа развивается, и здесь, конечно, надо с сожалением сказать, что критерии часто меняются, и мы порой не понимаем, как они применяются к проектам. Например, сейчас в оценке будут участвовать эксперты. Их экспертная оценка проекта будет иметь значение при принятии решений, прошел проект конкурсную процедуру или нет. Но это уже там, в Нижнем. Это в Нижнем Новгороде. Мы на это никак не можем влиять. Но очень важно понимать, что если большое количество граждан голосует за проект, очень трудно. Это оказывает серьезное давление на конкурсную комиссию. Вы представьте, если 20 тысяч человек, например, проголосовало за какой-то проект, а проект отвергнут. Ну, его невозможно не сделать. Это просто будет нонсенс. Тогда что же такое за инициативное бюджетирование, если вот она инициатива, поддерживаемая огромным количеством людей, а она не реализуется. Это все просто схлопывает на нет. И этого не будет. Но ведь какая активность у наших горожан? Да, я понимаю, что, конечно, есть проекты небольшие, которые интересуют один двор. Но в этом дворе, например, есть был проект, который в прошлом году проходил. Во дворе живет тысячи две человек, не меньше. Плюс у них есть там родственники, плюс там кто-то, может быть, еще. А принимают участие в голосовании там еле-еле несколько сотен. Ну, что это такое? Проголосовать две минуты времени на это нужно затратить. Это сайт, который не меняется с года в год. Он на кириллице вам решать, в одно слово, точка РФ. Пожалуйста, там выбирайте город Саров, вам покажут все проекты. Вы вбиваете свой телефон, СМС, вам приходит подтверждение. Эту процедуру все проходят. Сегодня в интернет-магазинах люди делают покупки. Гораздо более сложные процедуры, привязка к платежным системам своих карточек и так далее. Здесь вот все просто. Пришло СМС, все, ты авторизовался в системе, ты можешь принимать решение, ставить галочки. Пожалуйста. Ну, хорошо. Ну, допустим, вот есть активный житель, он хочет, например, собачью площадку в своем дворе. Как ему действовать? Это обязательно через депутата нужно делать? Не обязательно. То есть абсолютно нет. Вот здесь депутат выступает, здесь играет роль такого суперактивного жителя, у которого есть возможность, там, собрать уже инициативную группу. Сегодня нужно собрать инициативную группу 10 человек, которые выступят с этой инициативой. В администрацию, в департамент городского хозяйства обратиться или, не обращаясь в департамент городского хозяйства, с вышеназванного сайта взять все материалы, значит, и, ну, сегодня найти информацию. Можно, если не в несколько кликов, то в несколько телефонных звонков. Все это мы умеем делать. Когда лично нам что-то нужно, мы очень хорошо с этой задачей справляемся. Как только дело касается общественных территорий, вот это базовая проблема. Мы не чувствуем это своим, по-настоящему. И когда человек говорит, а чего я должен рубиться там за вот эту историю? Все. Тогда тут же рушится весь карточный этот домик, ничего не будет. Вот когда мы понимаем, что вот это наше, и мы готовы за это рассказывать, ничего не надо. Придут, сами найдут, всю душу вытрясут из чиновников, из депутатов, как сделать, как сделать. Но мы не видим этой бешеной активности. Более того, мы видим противодействие, мы видим недоверие. Вот я у себя на округе за предыдущую пятилетку, вот как он назывался, проект поддержки местных инициатив, четыре проекта было реализовано. И каждый раз недоверие. Один раз вообще жители, была организована компания такая по сбору подписей против реализации проекта. Какого? Мы с депутатом Сергеем Смирновым делали детскую площадку чуть севернее детского сада номер 8. Вот я как раз хотела, чтобы после этой площадки вообще должны быть все двери открыты. Вот, стоимость там 3 миллиона. Жители испугались, что мы сделаем площадку, и они там на пустыре автомобили стоят, им некуда машина будет стоять. Но аргументы приводили такие космические. Дети будут шуметь, они не будут давать нам спать, отдыхать после работы. Пусть играют во дворе, двора им мало. А сегодня приходишь, там освещения нет на этой детской площади. Но там вот постоянно мама с детьми, папа с детьми, семьями. Там удобное такое травмобезопасное покрытие. Там есть скамейки, где могут родители отдохнуть. И они вот видят детей, которые пользуются этой площадкой. Великолепный объект получился. Но вот надо же, такое сопротивление. Но вот, к сожалению, имеем эту историю. И по каждому проекту, в общем-то, ну не по каждому, или часто мы с этим сталкиваемся. Я рассчитываю, что все-таки сегодня как-то люди вот от этого оцепенения отойдут. И не будут ругать, что ничего не происходит руководителей города, своих депутатов, президента, правительства. А начнут делать что-то сами. Сегодня для этого колоссальные возможности. А нужно предоставлять какой-то готовый проект уже с рассчитанной стоимостью? Или это не обязательно? Или просто нужна идея? Совсем не обязательно, да. Можно просто идею. Дело в чем? Если вот я говорю, у меня есть проект, сделана проектно-смертная документация. Это уширение, за счет которого появятся дополнительные парковочные места. Плюс это часть тротуара, которого нет. И ливний отвод для того, чтобы не скапливалось на проезжей части лужа. У нас там постоянно в одном месте около дома лужа, которая, в общем-то, разбрызгивается на тротуар, когда проходят автомобили. Вот. То есть это такой, ну, чуть более сложный там проект, поэтому он потребовал проектно-смертной документации. Есть проекты более простые, какие-то плоскостные сооружения, там, установка малых архитектурных форм на территории дворов, например. Они не требуют этой документации. То есть они могут, эти проекты, быть реализованы без предварительной проработки. То есть просто идея, которая проговаривается со специалистами администрации, и идея будет уже дальше оформлена. Да. Ну вот, поэтому, и если даже, например, это не получится с первого раза, да, потому что, наверное, когда нет опыта, когда еще нужно проговорить, когда нужно договориться. Самое сложное – это с жителями договориться между собой, потому что одному надо одно, другому другому. Ну, собралась там группа 10 человек, но если группа инициативная из 10 человек уже между собой договорилась, скорее всего, это проект, который бесспорный, который нужен реально всем. Ну, может быть, там будут отдельные люди, противники, но тем не менее, большинство будет его поддерживать, и, конечно, он будет очень вероятно реализован. Но нужно учитывать, что сроки сейчас весьма ограничены, да? Сроки весьма ограничены, да. То есть у нас уже до середины ноября нужно оформить правильную заявку полностью со сбором подписей, с материалами. И голосование по проекту продлится, онлайн-голосование по предложенным проектам продлится ровно месяц, с 15 ноября по 15 декабря. Вот для нас, как для жителей, чем важна эта история? Это не просто инициатива какая-то. Мы привлекаем дополнительные средства на развитие наших дворов, дорожек, там, еще каких-то общественных пространств, просто извне. Вот сегодня их нет, а завтра эти деньги дают. По сути, для нас это, ну, вот, возможность из ничего сделать что-то. Благодарю вас за беседу. С нами был Антон Сергеевич Ульянов, председатель Саровской городской думы.